О том же предмете Япасхи 3. Свят от Христа предуказывалось пасхальной жертвой с беспорочным агнцем, спасением людей в страдании Христовым, спасением первенцев, данным через пасхальную жертву. На освящение же указывало едение жертвы, и об этом нами уже было раньше сказано. Теперь из остального, указанного в законе, следует рассмотреть то, как должно приготовлять себя тому, кто будет принимать освящение, как приступать к приобщению с святыми, какую жизнь проводить после того, как сделаешься причастником и сообщником святого. И вот каким образом должно приготовляться тому, кто намеревается быть сообщником Христу. Законодатель образно указал нам в обрезании, говоря, «Сей закон Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее. Всякий раб куплен за серебро, когда обрежешь его, может есть ее». Обрезание же тогда было только частичным, не будучи полезным само по себе, потому что нисколько не лучше казался человек от обрезания сравнительно с необрезанным. Напротив, израильтяне даже порицались по этому поводу от Бога. «Ибо все народы не обрезаны плотью, а дом же Израиля с необрезанным сердцем». Иеремия 9.26 «Истинное обрезание есть обрезание всей плоти, делающей приятным и угодным Богу того, кто обрезан сердцем, у кого снято плотское покрывало, которое мы имеем по наследованию от родителей и которое должно быть снято у нас». Закон, повелевая обрезывать детородные члены, наперед указал в этом символ рождения и покрова, сопровождающего нас от рождения. Итак, тот, кто не оставляет плотского образа жизни, тот не достигнет общения со Христом. «Мы есть обрезание», говорят соучастники Христа, «служащие Богу духом и не на плоть надеющиеся». Только сердце, свободное от всего плотского, истинно может служить Богу и духом, соединяясь со Христом. «Началом этого обрезания служит страдание за нас Господа, пренебрегшего своей плотью и принявшего ради нас самое обрезание. На нас же таинство отпечатывается в крещении, а исполняется в жизни сообразно Христу. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. «Бывшие погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силы Бога, который воскресил его из мертвых». Колоссянам 2, 11-12. Итак, пока ты не оставил плотских привычек, ты, как инородный и чужестранец, и не будешь участником и сообщником со святым, пришедшим с неба Христом. Тот сам должен быть небесным, кто хочет подойти к небесному. «Небесным же никто не может сделать все, не оставив земного». Таким образом, наперед умертвив в себе ветхого человека благодатью крещения, через усердие в духовных делах ты подойдешь ко Христу и приобщишься к Нему. Во-вторых, нужно видеть, каковыми были по закону все участвовавшие в введении Пасхи, для того, чтобы узнать, какими должно быть и для участия нам со Христом. «Чресла ваши, — говорит, — должны быть припоясаны, и ноги обуты, и посохи в руках ваших». Дорожная одежда, надетая и хорошо подпоясанная, указывает на скорую готовность идти навстречу обетованию Божию, как и Израиль тогда, готовый в путь, отправлялся в землю обетования. Обрати же внимание на духовного путешественника, какое он имеет перед тем преимущество. Он спешит не на эту дальнюю землю обетования, не временное благо преследует, не землю меняет на землю, не иудеев вместо Египта. Но что говорит такой путешественник о своем путешествии? Забывая заднее, простираясь вперед к почести высшнего звания во Христе Иисусе. Вот чресла, припоясанные истинные по апостолу. Так именно, ты будешь проворным в добром течении, если оставишь все теперешнее, пустое и ложное, подавиду. Станешь искать будущее истины и по ней томиться. Салом 38.8 Ноги обутые, говорит, готовностью благовестия мира, способной для всякого доброго бега, каким упрочивается для нас мир с Богом. Как говорит апостол, мир имеем с Господом Богом нашим и через Иисуса Христа. И еще, терпением будем проходить предлежащее нам поприще. И еще, и потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить в воздух. Потоки у них в руках, это надежда или утверждение души в Боге, чтобы не колебаться в скорбях, как и сказал Павел, 1-й Песлоникийцам 3.3, Но быть твердыми. Ешьте же его так. Ешьте с поспешностью. Не для беспечных эта еда. Не для удовольствия. Не для тех, кто небрежен и склонен к бездеятельности. Но для тех, кто имеет дух бодрый и напряженный. Почему она и доставляет нам минование губительного мщения, когда посылает его Господь. Поэтому говорит Пасха Господня, что один переводчик прямо истолковал перехождение Господу. В-третьих, после такого принятия божественной пищи, мы посмотрим, какова должна быть и жизнь того, кто принял это святое питание. На это именно указывает о пресноке и дне пресноков. Иудеи вот заботятся о пресноках и думают, что семя пресночных дней доставляет им что-то особенное. Не едят квасного хлеба и не держат его у себя, не будучи в состоянии указать, какой бы то ни было пользы от этого дела. Потому что они образ выполняют, а не истину. Ты же понимай, о преснок согласно слову апостола. И как мы показали именно, чтобы душа была чиста и не запятнана никакими злодеяниями. Чтобы был новый образ жизни, без всяких прежних пороков. Очевидно, так нужно понимать эти слова. Исход 12.9. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества, сынов Израилю. Пришлет ли то или природный житель земли той. Возвращение к прежней порочности есть гибель для того, кто был переведен в новую жизнь. Если по плоти живете, сказано, то умрете. Какое символическое значение имеет семь дней пресночных? Семь дней, говорит, ешьте о пресноке. Семь дней! Так, как это есть на самом деле, обозначает все время. Потому что после седьмого дня, который есть в покое, начинается возвращение первого. И этот круг времени идет вперед, обращаясь через семь дней в самого себя. Во все, конечно, время следует тебе жить в простоте и чистоте. И это поистине спасительно. Если сказано, живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Римлянам 8.13 Характер того, кто не ищет плотского, прост, не злобив, не лукав, чушь всего худого и ненавистного. Почему же первый и седьмой день называют святыми, говоря, первый день да будет у вас священное собрание, и седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать вон ие. Только что есть каждому одно то, можно делать вам. Исход 12.16. Потому что как первый день показывает начало, в которое мы освящаемся через принятие Святого Духа, так седьмой день обозначает конец, когда именно мы, освободившись от тела, бываем со Христом и приходим к Господу, оставив странство неземное, всецело переносимся к святости. Итак, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучшего и желаете из тела и водворите у Господа. 2 Коринфянам 5.6. Закон требует, чтобы эти дни были свободны от работы. И никакой работы не должно делать вон ие. Это показывает, что душа не должна уклоняться в сторону земных попечений и оставаться в рабстве, несоответствующем служении Богу, но что только то одно с ревностью душа должна только на то употреблять усилия, в чем для нее есть польза. На это же самое указывает и следующее выражение. Никакой работы не должно делать вон ие. Только что есть каждому. Одно то можно делать вам. Поэтому Господь, приводя к объяснению покоя по закону, так как покой искали в отдыхе от суетных дел, а не в том, что относится к пользе души, предложил фарисеям. Можно ли, говорит, в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. Если правильно и сообразно Христу хочешь соблюдать в субботу и праздничный покой, воздерживайся от мирских забот и занятий, а забойся о том и делай то, что относится к Богу и пользе души. И тогда будешь истинно и правильно проводить субботу и праздновать святой праздник, образ того, что у Христа, которому слава во веки веков. Аминь.